На зачитывание всех обстоятельств дела у судей ушло почти два часа без пауз и перерывов. На лице у главных подозреваемых за все это время не тени волнения. Признать недавно, чем Доза Сергеевича виновна в совершении преступления в предусмотренной части 3 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Потом бывший техдиректор фирмы признается, что негромкий речитатив судьи для него, как гром среди ясного неба. Знал, говорит, что придется отвечать, но готовился совсем к другому. Условный срок в любом размере, чтобы я мог как-то компенсировать хотя бы часть того, что попросили. Пять лет колонии, поселения за убийство, детский лепет. Не находит себе место отец погибшего в траншеи Павла Байдака. В конецкий лагерь отправили, равносильно за смерть двух людей, за умышленную смерть двух людей, таких молодых парней, сдать пять лет в зону колонии, поселения, это смешно. В том, что это убийство, Олег Байдак не сомневается. События января 2012 года помнят в мельчайших деталях. На двоих геодезистов, спустившихся в траншею, рухнула неукрепленная стенка. Парни погибли под огромной толщей мерзлой земли. Отец погибшего Павла Байдака работал в гаджете вместе с сыном и, говорит, собственными глазами видел, что делается там все тяп-ляп. Бывший директор фирмы, кстати, сам отчасти этого не отрицает. Я провел работу за пять месяцев, когда она должна по проекту проводиться за 12 месяцев. Точку в этой резонансной истории пока ставить рано. Родственники погибших намереваются не только обжаловать приговор суда, но и обратиться с иском в адрес администрации города. По их мнению, причиной смерти могла стать не только невыполнение техники безопасности, но и спешка, с которой город пытался сдать коллектор. Редактор субтитров А.Семкин